Здарова всем ребят! Показываю вам на фоне бой на Маусе по одной простой причине. Сегодня речь пойдет про китайский тяжелый танк Целинь, но машина настолько редкая, что найти с ней реплеи в этом патче, ну какие-то интересные, мне не удалось. И эту редкую машину разработчики решили выкатить на аукцион, причем не обычный аукцион, а аукцион на понижение. Страница этого аукциона уже доступна. Вот так вот эта страница выглядит сейчас, и как вы видите, здесь присутствует обратный таймер, и аукцион будет только на портале, то есть внутри клиента игры его не будет. Первое, в чем это хорошо, это то, что люди, которые там, допустим, не у ПК, где-то в дороге, может быть на работе, может быть домой там едут, совершенно спокойно могут с мобилки зайти, авторизоваться на портале и принять участие в аукционе, если у них есть такое желание. Блин, ну минусы, наверное, то, что в клиенте игры мы как-то привычнее это все видеть. Других минусов я, честно говоря, не вижу. Так вот, в 19.00, 21.00 ноября, стартанет аукцион. Там будет один единственный лот, это вот китайский, достаточно интересный и сильный танк, танк ВЗ-111 Целинь, то есть это в уникальном 3D стиле, у него еще есть фишка, что при выстреле там выдох дракона из ствола происходит. Их крайне редко продавали, и, кстати, разработчики, ну точнее, они принимали в основном участие в аукционах. При этом самые внимательные из вас, наверное, услышали вначале, что я сказал, что это не обычный аукцион, да и в названии вы, скорее всего, прочитали, что этот аукцион на понижение. То есть как он будет работать? Будет какая-то первичная ставка на этот танк. Ну, блин, давайте просто от балды скажу 50 тысяч золота, допустим. И в момент старта аукциона, то есть в 19.00, эта стоимость танка начнет снижаться со скоростью 200 голды в секунду. То есть уже через 10 секунд он будет стоить не 50 тысяч голды, допустим, это цифры из балды, да, кроме цифры скорости снижения. 200 голды в секунду он дешевеет. Каждую секунду дешевеет на 200 голды. То есть уже через 10 секунд он будет теоретически на 2000 голды дешевле стоить, чем изначальная ставка. Ну, то есть примерно вот так вот это будет выглядеть. Вы будете видеть, какая сейчас текущая ставка. То есть она все время, каждую секунду будет уменьшаться. После того, как кто-то за эту ставку приобретет танк, будет написано, что танк куплен и будет выставлен следующий лог. То есть как это работает, как это вижу я. То есть, например, появилась ставка, допустим, опять же, от балды это важно, 50 тысяч золота. Вы смотрите, я 50 косарей не готов заплатить. Последний раз, кстати, этот танчик продавался на зимнем аукционе 2022 года со стартовой ценой 17400 золота. И конкурент, ну и ставки там были с шагом 100 голды. Я не помню, за сколько он ушел, но, в общем, уже два года этого танка не было. Да, 22-й, 23-й год у нас подходит к концу. Всего 10 тысяч штук их было роздано. Так вот, появляется лот. Вы видите, допустим, 50 тысяч золота. И пошла цифра вниз, там, 48, 45 тысяч, 44, 43, 42, 41. Вы такие, не-е-е-е! Я буду ждать, там, ну, пока не станет, там, я не знаю, ну, теоретически, 5 тысяч голды, да? Вы такие, я буду сидеть, да, это цифры ждать, ну, дурак, что ли, переплачивать. И кто-то сидит такой, ну, в принципе, меня за 30 косарей устроят. Нажимает кнопку купить. Лот куплен. Всего этих танков тысячу. Появляется следующий лот. Соответственно, вы сидите, такие, м-м-м, кто-то купил за 30-ку. Ну, в принципе, в принципе, он уже купил, да? Ну, я больше пятерки все равно не готов за танк отдать. Ну, теоретически, да? Вы такие сидите. Спустя, ну, всего аукцион 3 часа идет. И спустя 2 часа такие. М-м-м, что-то все покупают на стадии, там, 40 тысяч кто-то психанул, взял. Кто-то сразу на 50 тысяч взял. Что-то я, походу, свои 5 косарей не дождусь. Ну, я не знаю, кстати, как будет на самом деле, но я вам просто теоретически рассказываю. Такие, ну, ладно, повышаю свою планку до 20 косарей. Вот сейчас до 20 опустится, и я точно его тогда нажимаю купить. Вот. И таких игроков, как вы, там, допустим, ну, несколько сотен. И вы такие сидите, такие, ай, ладно, на 22 возьму. Понимаете, в чем психология, да? В общем, 21 ноября, это у нас вторник, в 19.00 по московскому времени. Заходите на сайт и видите первоначальную ставку. И смотрите, как эта ставка со скоростью 200 голды в секунду начинает уменьшаться. Тысячу раз это будет повторено. Или сколько они успеют, там, танков раздать за 3 часа. Да, теоретически я предполагаю, что если все будут ждать до самой минимальной ставки, да, то, ну, блин, ну сколько там, ну, 5 минут на лот, допустим, да, то сколько это получается, 12 машин в час. Ну, что-то мне кажется, тысячу они не распродадут. Хотя, опять же, я не знаю, я чисто пальцем в небо тыкаю, чтобы вы поняли механику, как это работает. Я думаю, ну, вы все умные ребята, все все поняли. Вот. Хорошая ли эта машина? Да, она уже сейчас очень хорошая, я бы даже сказал нагибучая. Есть ли у нее аналог? Да, вы можете не донатить в это все золото и прокачать себе WZ-111.5A. Абсолютный аналог, кроме 3D стиля. Будет ли эта машина лучше в будущем? Да, будет. Рекомендую ли я вам эту машину? Да, рекомендую, но только за адекватный прайс. Прайс, адекватность прайса, точнее, каждый из вас определяет самостоятельно. На этом у меня на сегодня все. Надеюсь, было интересно. Подписывайтесь на канал, следите за новостями и до скорых встреч. До свидания.